Даник, ты чего такой расстроенный? Да, сюжет один смотрю, очень печальный. Что за сюжет? Ну давай вместе посмотрим. В перенаселенном Гонконге квартирный вопрос стоит очень остро. Люди вынуждены жить почти в ящиках. Площадь такой квартиры не больше трех квадратных метров. Да, вот это ужас. Особенно, когда вокруг столько людей, у которых нет жилья. Ну да, но не стоит расстраиваться. Совсем скоро у всех людей на Земле будет дом. Ну или, по крайней мере, дома станут доступнее. Это что за утопия беспроцентной ипотеки? Да при чем тут ипотека? Ты разве не слышал, в Китае огромные 3D-принтеры уже строят дома? Нет, откуда такие данные? А ты почаще на наш сайт заходи. Вот, например, Олег Болдарев решил выяснить, как напечатать себе дом. Построить такой многоквартирный дом можно за год, ну или за полгода. Хотя, скажем, возвести небольшой двухэтажный домик можно и за 2-4 часа. Какие 24 часа? О чем вы говорите? Это невозможно. А вы разве не слышали о 3D-принтерах, которые печатают дома? Что это за чудо техники такое? Не верьте интернету, это все сказки. Нет, это не сказки. Сегодня без 3D-печати никуда. Пластиковые игрушки и скелеты доисторических животных – это всего лишь малая часть того, что умеют делать 3D-принтеры. 3D-печать в настоящий момент набирает обороты, и ее можно использовать в самых разных сферах применения. Начиная от архитектуры, дизайна, промышленности, заканчивая хобби, медициной, робототехникой и многими другими. Освоить навыки 3D-печати и в прямом смысле напечатать себе дом может любой желающий. Вы можете хоть завтра начать строить дома с помощью 3D-принтеров. Вопрос только в том, где в Центральной Азии взять принтеры соответствующей мощности и нужной рабочей площади. Кроме того, это будет достаточно дорогостоящее удовольствие. Но можно начать с малого. Например, Алим Салибаев, руководитель первой 3D-лаборатории города Алматы, может запросто напечатать мини-дом или макет любого здания. Вот этот небольшой макет дома мы печатали порядка 8 часов. В мире известны два вида 3D-домов, в которых могут жить люди. Первый из термопластиков, второй из бетона. Кстати, основную цену на такой дом определяет в первую очередь сам 3D-принтер. И, как правило, стоимость трехмерных умельцев начинается от 30 тысяч долларов. Здесь цену определяет дизайн дома. Поскольку дом делается в индивидуальном, в единственном исполнении. Различаются и технологии 3D-печати. Экструдирование пластика, технология лазерного спекания, но чаще применяется контур-крафтинг, то есть контурное строительство. Ставится 3 основания, дальше идет навесной какой-то механизм, где существует определенный раствор, получается, что он с цементом и том. И он также, как печатает этот принтер, он послойно накладывает слой за слоем, получается, здание. Также некоторые принтеры печатают дом не полностью, а по частям. Есть еще примеры, когда печатают именно части дома на огромных просто принтерах, потом их просто соединяют. Но это уже различные методы, кому что больше нравится. Но насколько прочными будут такие дома? И этот вопрос особенно актуален для сейсмоопасных районов стран Центральной Азии. 3D-печать на самом деле позволяет строить, создавать дома уже со всей инженерной и остальной инфраструктурой внутри. Можно печатать умные дома сразу. И в чем уникальность этой технологии? В том, что эти дома можно делать в единичном экземпляре. То есть не только дизайн может быть отличным, но и толщина стен, и, соответственно, сейсмоустойчивость. Здесь все зависит от правильно нарисованной 3D-модели дома. Чтобы напечатать такой дом, необходимо создать сначала 3D-модель. Объемную модель в известных программах типа 3D Max. В сети есть множество программ, с помощью которых можно подключиться к принтеру и построить виртуальную 3D-модель. Например, OpenSCAD, AutoCAD, SolidPiton. Этот софт удобен и прост в обращении. А главное, программы бесплатно можно скачать из интернета. После того, как мы сделали и загрузили 3D-модель, нужно выставить параметры в принтере, уровень детализации, время печати и нажать ОК. Квартиру будущего можно представить, да, таким образом. Ну, скажем, не квартиру, а дом небольшого будущего. Вот. В гараже могут стоять, как вот раньше стояли, столярная какая-нибудь мастерская, да, то сейчас это может быть мастерская 3D-производства. К сожалению, 3D-принтеров для строительства больших домов Центральной Азии еще нет. Поэтому в наших домах помещаются пока только хомячки. Ну, а что, хомякам тоже надо где-то жить? А что, коробка, например, из-под обуви уже не подойдет? Ну, ты не понимаешь. Хомяк в коробке из-под обуви и хомяк в доме, напечатанном на 3D-принтере. Есть разница? Такой хомяк сразу будет обладать новым VIP-статусом. Ага, но старым VIP-запахом.